Друзья, приветствую! Георгий из Белгорода прислал образцы масла Татнефть Люкс ПАО 540. Это полнозольное масло А3Б4. Описания масла нет. Подписано только на отработки 8800 километров и 300 моточасов. Я уточню данные по автомобилю, условия эксплуатации у Георгия и размещу их вот здесь. Здесь у нас свежая отработка. Посмотрите, как интересно упакована баночка. Большая для анализов, а внутри маленькая. Если со свежим нет проблемы, все чистенько, то вот отработка пролилась, но тем не менее все сухо и суперинтересное решение. Сейчас я уже подписал. Сейчас буду проверять свежее. Создам эталон. Посмотрим, что намерит прибор при необходимости. Ввиду поправки обучающие его. Кто не знает, прибор использует кластерный анализ, который накапливает данные и уже с помощью вот накопленных данных сам подбирает погрешность. Это как машинное обучение. Кто-то может назвать это искусственным интеллектом, но в общем-то вот какие алгоритмы заложены и это круто. Сейчас проверю и через пару секунд вы увидите результаты. Так, обещаны результаты. Ну давайте приступим. Значит, образец. Татнефть люкс 540. Блин, забыл подписать, что это спау. Окисление нитрования. Смотрите, высокое какое окисление 44-33. Много здесь эстеров. Ого! Противоизноски 0,72. Обычно в полнозольном масле 0,60, 0,63, там 65. Фенольных антиокислителей нет. Аминных 0,26. Невысокий уровень. То есть с антиокислителями здесь какая-то беда. Вот, зато противоизноски насыпали, мама, не горюй. Значит, щелочное 9,28. Кислотное 2,5. Но это полнозольник с высокой зольностью. По вязкости, обратите внимание, тоже типичное для сороковки. И вот присутствует какой-то компонент этиленгликоля и эстеров, по мнению прибора, 9,23%. Не знаю, что с гликолем, но что-то в пакет входит такое гликолистое. Так, значит, анализ отработки. Это Nissan Note 8800, 300 мм.ч. бензина 1% подналило. Ну, городская эксплуатация преимущественно. Окисление нитрования продолжает нарастать. Противоизноска сработалась на 45%. Остаток еще присутствует. Фенольных не появилось, хотя, кстати, появилось топливо. Возможно, это какие-то определенные марки топлива или производитель какой-то. Значит, аминные еще присутствуют, но остаток 37% примерно. Щелочное 4,88. Кислотное 3,39. Видите, запас между щелочным и кислотным сокращается и уже там небольшой остался. Слегка, получается, на 0,7 просела вязкость. Ну, понятно, что разбавлено топливом. Этиленгликоля, эта же присадка какая-то присутствует. Немного воды. 7,7 эстеров осталось. Вот. И 0,09 воды. Кстати, обратили внимание, что дата производства 22,2,22. То есть это старый пакет. Ну и вот такой прогноз у меня получился. Кстати, щелочное, если пересчитать по ГОСТу для свежего, это будет 10,5. Значит, что было, что стало. Ну и получается, что запаса моющих нейтрализующих свойств в таком режиме на 11 тысяч практически 300 километров, 384 моточаса. Мне кажется, по нитрованию могло бы быть получше. Здесь, возможно, сыграл роль свой воздушный фильтр какой-нибудь подзабитый или не очень хорошего качества. Но, тем не менее, 16 тысяч километров и 546 моточасов. И по вязкости видите разжижение с небольшой, то есть еще здесь большой запас. Ну и вот средний показатель 56,7. В принципе, сопоставимо даже с С3, но видите, не знаю, здесь, возможно, вот такой уровень. Здесь, ну, не пожалели. Я смотрел состав, по составу, если я правильно оцениваю пик, то здесь не менее там, ну, где-то так 65-70 процентов ПАО, сукцинемидов 5 процентов, противоизноски много насыпали 0,72, эстеров больше 9 процентов. Да, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. Вот так, по составу масло, значит, жирное. И посмотрите, какую интересную табличку я показал. Прибор показывает коэффициент корреляции. Если взять ПАО, это масло как 100 процентов, ближайшее совпадение, это у нас равенол ВМП. Правда, С3, но отличается на 7,1 процента. Оба масла на ПАО, видите, да? Значит, ну, одно полнозольное, другое среднезольное. Вот как раз 7 процентов, видимо, приходится. После равенола идет Mobil 1 ESP, X3 040, сороковочка тоже. Ну, тут уже 8,8 процентов. И после этого два полимериума X-Pro2 тоже полностью на ПАО. Вот, то есть, ну, как бы, в принципе, прибор неплохо так угадывает состав и пакет. Вот, то есть, видно, что масло жирное, хорошее. Но, скажем так, видимо, это уже не актуальный пакет. Вот такой с запасом всего тут навалили. Ну, и отработал, на мой взгляд, хорошо. Вот, все-таки под 400 часов отличный результат для Татнефти. Ну, теперь надо ждать образцы на свежем пакете, ну, и уже сравнивать. Благодарю Георгия за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира! Увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok